ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики нагоняют страха. По их сведениям, автоугонщики в России стали чаще использовать так называемые граберы нового поколения. Они перехватывают сигнал с брелка автосигнализации и расшифровывают его буквально за минуту. Затем происходит угон. Чаще всего такого рода преступления фиксируются по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Любимое время охотников за чужими машинами с 10 вечера до 4 утра. ТРАССА СТО ОДИН По какой причине начинающие водители чаще всего попадают в ДТП? Как рассказали в госавтоинспекции, на первых местах находятся три фактора. Несоблюдение очередности проезда перекрестков, непредоставление преимущества и неправильное расположение транспортного средства на проезжей части. Кроме того, новички часто превышают скорость и не пропускают пешеходов на переходах. ГИБДД настоятельно советует обратить на это внимание преподавателям автошкол. ТРАССА СТО ОДИН Сервис Автоспорт составил список бюджетных легковушек с самым недорогим обслуживанием у официалов. Первое место досталось Peugeot 408 за всеофициальное ТО, которого в течение пяти лет надо заплатить 45 тысяч рублей. Вторая строчка с показателем 46 тысяч у Lada Granta. Бронзу получил Kia Rio 47 тысяч рублей. Последние две строчки заняли Skoda Rapid и Renault Logan, чьё гарантии на ЭТО обойдется в 85 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН В продаже Toyota Land Cruiser нового поколения только-только стартовали, а китайцы уже создали ему конкурента. Большой внедорожник Great Wall Tank 600, как ожидается, будет продаваться и в России. Стоимость пока неизвестна. По предварительным данным, автомобиль оснастят трехлитровым шестицилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 350 лошадей. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат, привод полный. Официально машину представят в конце лета. ТРАССА СТО ОДИН Отъездил три года и решил вернуть деньги за автомобиль. Житель Тольятти подал в суд на автоваз из-за дефектной Lada Vesta, которой он владел три года. Мужчина пожаловался на заводские косяки по подвеске и лакокрасочному покрытию. Служители Фемиды удовлетворили иск гражданина и обязали предприятие вернуть ему почти 600 тысяч рублей. Однако автоваз обжаловал это решение в областном суде. Тут выяснилось, что истец сымитировал повреждения. С машиной изначально все было в порядке, но мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.